Про то, как залеживать. Как залеживать, как залеживать. Чтобы, когда вы забрали позицию, потом про вас говорили, что вы физушный, вы залежали, вы только баллы собирали, вы так никакой болевой не... Хотя нет, про болевые будет вторая часть. Для легковесов подходит. А я тоже про них буду говорить, что вы тяжелый. Вы легкий, но тяжелый. Спасибо, что заинтересовались. Надеюсь, что вы как можно больше интересных вещей сегодня извлечете. Мы поразбираем контроль, поразбираем определенные принципы, связанные с осанкой и сохранением позиции, связанные с тем, где и что нужно у человека забирать, чтобы ему было тяжело из-под вас выбираться. Также разберем, какая ситуация ему нужна, чтобы уходить из позиции контроля, чтобы эту ситуацию разрушить. Также разберем пространство между основными позициями контроля и болевым. То есть я люблю давать очень много нестандартных позиций, типа тики-муры, типа контроля рычага локтя, чтобы человек мог долго удерживать эту ситуацию. Потому что на самом деле контроль, он не ограничивается только стандартными позициями, типа сайда, маунта, север-юга, колен на животе и бэк-маунта. Я всегда стараюсь цельную структуру собрать, чтобы полностью у человека было понимание ситуации и позиции. А это всегда про объем определенной информации. Поехали! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На постановке захвата в правильные места, на плотности и на перемещениях с кимурой, которые как раз позволяют позиции под контроль превратить в позиции под болевые и уйти дальше. Субтитры сделал DimaTorzok